Смотрите в контексте Писания. Понимаете, что Библия на самом деле учит по данному вопросу. И это требует на самом деле от нас скорости. Знаете, я здесь продемонстрирую, здесь скажу одну дистрацию. Когда-то в детстве у меня отец учил сварки, ну электросварки. Вот, я был мальчиком, и он взял два пуска металла, взял электрод и стал варить. И потом он мне сказал, взял кувалду и стал бить по этому шву кувалды. Я испугался, я думал, что эти две детали разлетятся в сторону. Он изо всех сил бил кувалды. Я спросил у папы, зачем он это делал. Он сказал, есть две причины после сварки, зачем это сделать. Первая, сбить окалину. То есть на шве, вот, шов, появляется окалинный металл сгоревший. Чтоб там не было дальше коррозии, нужно сбить. Но самая главная причина, когда ты сильно бьешь кувалдой, тем самым, если шов был некачественным, он разойдется, они разлетятся детали. А если хорошо сварены, им ничего не случится с ним. Невозможно разбить кувалдой хорошо сварены шов. Чему я это говорю? Знаете что, я понял в дальнейшем, что истина, она не боится проверок. Истина, она объективна. То есть раньше я думал, ой, а вдруг я встречусь с каким-то человеком, или я что-то прочитаю, и меня разубедят в истине моей. Знаете как? Но истина, друзья, она не боится никакой самой серьезной, непредвзятой проверки. Помните, я говорил, что существует только истинная или ложь? Вот по любому вопросу мы на самом деле можем найти очень конкретный ответ. Например, бывает мнение, ну, Библия учит по-разному. Одни понимают, что крещение нужно, другие не нужно. Одни считают, что так нужно поклоняться Богу. Нет, если мы на самом деле непредвзято будем читать Писание, без всяких, вот знаете, как религиозных штамм, да, вот, шаблонов, то в конце концов, знаете, я убежден, разные люди придут по тому и тому же выводу, потому что это истина, и мы можем на самом деле найти истину, изучая Писание. Поэтому вот, что я хочу именно призвать вас, самим изучать Писание по разным вопросам. И не бойтесь проверки, да, потому что истина, она не боится никакой проверки. Ну и последний, заключительный отрывок, Евангелие Атаны, 12 глава, 48 стих. Для того, кто твергает меня и не принимает моих слов, есть судья. Мое слово будет судить его в последний день. Да, очень такой отрезляющий отрывок слова Христа. Он говорит, вы можете меня отвергнуть, до этого говорит, я пришел, чтобы не судить, а чтобы спасти меня. Но отвергающий меня, не принимающий слов моих, будет слово судить в последний день. Друзья, зачем нам нужно изучать Библию в конце концов? Ну, потому что это тот критерий, который будет нас судить. Мы будем судить их в полу, не на основании своих слов, своих мнений. Иногда люди думают, что там будут весы, добрые дела и плохие дела. А Библия, как критерий истинности, она будет судить нас. Поэтому нам важно изучать внимательно слово Бога, судить собственные слова сердца, проверять свою жизнь в писании. Поэтому, чему важно следовать в заключении, еще раз скажу, своим собственным чувствам, мистическому опыту, своим мнениям, традициям, или желаниям, да, или писанием. Конечно же, писанием. Потому что писание – это единственный, данный нам, людям, объективный критерий, как мы можем оценивать все на предмет, знаете, как, ну, я имею в виду, прежде всего, нашей жизни, нашей сердца на предмет истины и доложи. И понимать, конечно, что от нас хочет Бог, вот, что Он желает, что Он желает конкретно от тебя, твоей жизни. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем этот урок. Но, как я обещал, мы можем сейчас просто задать вопросы, то, что касается по поводу данного урока.